Привет, друзья! Еду с тренировочки домой. Давно с вами не общался и сегодня хочу поговорить с вами на разные темы, около тренировочные, как это может показаться на первый взгляд, но только на первый. Нас, людей, занимающихся с отягощением, но чаще всего именно культуристов, бодибилдеров, называют тупыми. Не скрою, отчасти это правда, но это через призму того, что если сказать люди тупые, это тоже и правда, и неправда. О чем я? О том, что среди каждого сообщества и людей в целом, как вида, есть тупые и не очень люди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но я вам докажу сегодня, что бодибилдеры не самые тупые люди. По крайней мере, те, кто чего-либо добился в жизни и непосредственно в бодибилдинге. Если вы посмотрите на современных людей, возьмем, к примеру, даже того же Насара Эльсанбати, одного из моих любимых, царствие ему небесное, покойных уже людей. Человек с несколькими научными степенями, владеющий шестью иностранными языками. Но чтобы далеко не ходить, давайте возьмем наших известных, чемпионов, известных людей. Возьмем Лисукова, возьмем Федорова, возьмем Фатеева. Если вы пообщаетесь с ними, со многими, слава богу, мне довелось пообщаться вживую, то вы увидите, насколько это разнообразно, развитые люди, разносторонне развитые люди. Как они говорят, как выражают свои мысли, как относятся к мнению других людей, как проявляют это. Возьмите того же Кай Грина, насколько человек успешный, насколько грамотный человек и даже любую свою неудачу он оборачивает в успех. Многих бы, к примеру, такое положение вещей на Олимпии, а многие, как и я в том числе, считаю, что, по крайней мере, несколько раз на помосте Олимпии он был более достоин, чем Фил Хит первого места чемпионства. Но, опять-таки, это субъективные мнения, да? Объективными они, к сожалению, никогда не станут в таком виде спорта. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак Фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Потому что даже как в гимнастике, где-то еще нет все равно полноценных критериев, как мерить тот или иной успех именно на сцене в бодибилдинге. Про бикини вообще не говорю. До сих пор даже в разных странах по-разному подходят к судейству. Ну, о чем я хотел поговорить сегодня. Кстати, я говорил сегодня со своей новой ученицей. Я ее уже два месяца тренирую. Она переехала. Ей 48 лет. Из России. С Рублевки, кстати. В Америку. Только ради, естественно, будущего своего ребенка. Но опять-таки, эта политика тоже не будем ее трогать. У нее был довольно-таки неплохой тренер. Но, к сожалению, он не давал ей ни приседаний, ни становых тяг, ни подтягиваний, ни отжиманий от брусьев. А вы знаете, что я пропагандирую и придерживаюсь именно подобного стиля тренинга. Хотя бы, по крайней мере, пока мы не достигнем определенных силовых показателей, результатов и для парней, и для девчонок. Сначала она немножечко критически относилась к этому. Потому что, как всем нам кажется, да, разнообразие это хорошо. Мышцы нужно прокачивать под разными углами. Но, друзья, это может быть и хорошо, но уже на довольно-таки продвинутом уровне. Пока вы не достигли каких-либо силовых показателей в этих четырех упражнениях, заниматься чем-либо другим – полный идиотизм. Тренера это делают только для того, чтобы не потерять вас как клиентов. Для меня всегда важнее, даже не знаю, ну не скажу там правда, истина, потому что это не так. Для меня важнее придерживаться тех принципов, которые я пропагандирую и придерживаюсь сам. И если человек не хочет тренироваться по тем программам, которые даю я, я не работаю с этим человеком, я не иду ради денег на то, что хочет клиент. Нет, если клиент хочет бегать от тренажера к тренажеру, заниматься херней, таких тренеров большинство, и, пожалуйста, я отпускаю их в свободное плавание. Я знаю, многие из-за денег идут на это. Но, друзья, повторяю, для меня здесь важнее именно придерживаться того, что я проповедую. И вот сегодня, где-то это уже два месяца мы с ней тренируемся, скоро будет так полтора. Вторая тренировка, как она мне говорит уже, что она реально уже почувствовала большую разницу в тренинге. Мы на одной тренировке, чтобы вы понимали, я не буду говорить о разминке-заминке, экстензиях в начале тренинга и гиперэкстензиях. Скажу только о силовой части. Силовая часть у нас состоит непосредственно в первый день из приседаний и отжиманий от брусьев, маленьких, когда ноги на полу, потому что не может еще человек отжиматься. И следующая тренировка, то же самое в качестве разминки, подводки, заминки. Но в середине мы делаем другие два упражнения. Это становая тяга и подтягивания. Естественно, тоже женский вид подтягивания, как девчонки вы подтягивались в школе. Кто застал? Еще мой возраст примерно, я не знаю, как сейчас в школе проходят уроки физкультуры. Тоже ноги на полу, на петлях, на кольцах или руки на грифе в машине Смита. Меняя положение, естественно, вы меняете угол атаки и нагрузку. Так вот, всего от таких тренировок мышцы уплотнились, ягодицы уже немножечко приподнялись. Естественно, что в питании человеку очень сложно перестроиться. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы затронули вот эту тему тупости, глупости. И я ей рассказал о таком факте медицинском, о котором многие не знают. И как выяснилось, моя ученица, как и, наверное, многие другие, делали именно так. О чем речь? Когда мы с вами тренируемся, нам очень важно ментально проживать. Вот, друзья, именно другое слово я не подберу. Именно жить, проживать каждым повторением, каждым участком амплитуды того движения, что мы делаем. Об этом не раз говорил Дориан Яц. Мы должны работать серьезно, с серьезными весами, да. Но в первую очередь вы должны четко концентрироваться на том, что вы делаете. Люди думают, что рекрутирование двигательных единиц, простыми словами скажу, что подключение в работу мышечных волокон зависит напрямую от того веса, который мы используем. Это так и не так. Но еще даже Виктор Николаевич Силуянов говорил, что рекрутирование мышечных волокон зависит также и от того, насколько ментально вы подходите серьезно к упражнению. Вот возьмите, к примеру, почему, никогда не задумывались, почему база всегда будет лучше изоляции. Сейчас мы говорим конкретно о тех, кто тренируется натурально. Это самое важное, я думаю, для большинства моих зрителей и тех, кто вообще посещает тренажерные залы. Объясню. Представьте себе, когда вы подходите к штанге, хотите вы того или нет, особенно, когда вес более-менее серьезный. Ваш организм, ваша психика настраивается ментально очень серьезно к этому, потому что на подсознательном уровне ваш мозг оценивает эту ситуацию как экстремальную, как опасную. Чуть-чуть где-то не так расслабишься, не так где-то начнешь вставать, и можно получить серьезную травму. То есть, по сути, угроза жизни, экстремальная ситуация. Очень сложно, друзья, какой бы вес вы не поставили в жиме ногами, ложась в тренажер, комфортно в нем расположившись, мозгу показать, что это ситуация экстремальная, и нужно выложиться настолько же серьезно, как и в приседаниях. Вы должны знать, что механическая работа мышц, она именно механическая, она двигает кости. Кости сами по себе двигаться не могут, но и мышцы сами по себе двигаться не могут. Вот это механическое движение, оно преобразовывается из биохимического, из химического движения. Другими словами, мозг дает сигнал, спиной мозг, откуда через нервные окончания идут сигналы к мышцам. Так вот, друзья, чем более серьезно вы настраиваетесь и ментально концентрируетесь на выполнении данного движения, тем более большее количество двигательных единиц будет задействовано. Не только вес играет роль. А теперь представьте два этих фактора, когда вы работаете с хорошим серьезным весом, плюс ментально на 100, на 1000% концентрируетесь, отдаетесь этому, посылая как можно больше импульсов на сокращение. А от тренировки и тренировки как раз-таки и происходит вот эта наработка связи мозг-мышца. Потому что чем больше и чаще мы используем, не важно что, тем больше связей происходит. Мозг всегда учится. Почему мы многое забываем, почему мы атрофируем многое. То, что мы не используем, то атрофируется. Это касается всего. Мышц, это касается воспоминаний, мозга, если мы его не тренируем. Все атрофируется, друзья. И говорить о том, что бодибилдер тупой, может только тупой человек. Таких примеров много. Мне часто пишут в комментариях, что я нифига не понимаю, что наша база, ваша база, так пишут, это тупость. Я работал, мне ничего не помогло. И я теперь никогда не делаю на максимум, на один-два раза повторения. Друзья, а кто где? Если вы тупой, это не значит, что база не работает. Реально. А как назвать человека дебила по-другому? Где везде говорится о том, что когда вы тренируетесь, вы не должны опускаться в любом упражнении, ниже пяти повторений, даже если работаете на силу. Иногда, иногда, работая на силу, мы допускаем в базовых движениях работу на 3-5 повторений. Но чаще мы работаем, особенно если на ноги, это 10-12-15 повторений. И многие почему-то считают так. Если база, то это 1-2 повторения. Нет, друзья, это глупость и тупость. Никто, никогда, грамотный человек вас такому не учит. База очень важна. Сейчас очень модно говорить о том, что база не нужна, о том, что гормоны не играют роли. Но это все тупость, друзья. И приводят какие-то исследования. Да, есть альтернативные точки зрения и исследования, которые говорят о том, что это якобы не важно. Но поверьте мне, больше всего грамотных специалистов говорит в первую очередь о том, что важна база, важны гормоны. Важно максимальное рекрутирование двигательных единиц. Все это очень и очень важно. И когда вы тренируетесь, если вы тренируетесь, вы тренируете в первую очередь мозг. А если вы делаете просто, и как раз таки моя ученица сказала мне, и я удивляюсь, почему ее тренер ей это не объяснил. Если вы просто выполняете движение, не находясь, не проживая в этом движении, и ждете какого-то результата, то это вы обкрадываете себя, а зачастую и просто не получаете никакого, в принципе, положительного эффекта от тренировочного процесса. Понимаете, о чем речь? То, насколько серьезно вы подходите, грамотно, многим не нравится это слово, грамотно, относят его только к грамотности, но мне кажется, здесь уместно это слово. Настолько вы хорошо тренируетесь, хорошо себя чувствуете, получаете хороший, серьезный результат. Это то же самое, как сейчас популярно говорить о том, что чем чаще мы тренируем мышцу, тем эффективнее. И этому есть доказательства. Друзья, да зачем доказывать? Это и так всем, и ежику понятно. Но когда вы даете рекомендации тренировать два, то и три раза в неделю каждую мышечную группу простому человеку, вы показываете полную свою некомпетентность. Ведь важно не как много или мало, и как часто мы тренируемся. Важно оптимально тренировать ту и иную мышечную группу. И когда вы еще привязываете тренировочный сплит к неделям, это вообще полный идиотизм. Недельный цикл только потому, что так, к сожалению, устроена наша жизнь. Мы пять дней работаем, шесть, два, один день отдыхаем. Но это не значит, что тренировочный процесс, что биохимические процессы в организме тоже поддерживаются и привязаны, колерируются с этой недельной, с недельным циклированием. Это не так. Не придерживайтесь никогда, сколько вы должны потренироваться в неделю. Находите то оптимальное количество тренировок, которое вы можете себе позволить. Мы не говорим сейчас даже о том, что три раза в неделю тренировать одну и ту же мышечную группу. Представьте себе то количество упражнений, подходов, которые дается вам с современными фитнес-инструкторами. А теперь даже не будем говорить о трех разах в неделю. Представьте, два раза в неделю вам нужно прокачать каждую мышечную группу. Просто сядьте на бумажки, распишите себе. А еще, как мы все чаще всего тренируемся, три раза в неделю. Ну, это же автоматически, логически становится понятно, что это бессмыслица. И не просто бессмыслица, вы не вложитесь, вы убьетесь. Следующий фактор. Есть такое, и не одно исследование, которое говорит, что для хорошей гипертрофии важно сделать шесть рабочих подходов, друзья, заметьте, шесть, на мышечную группу, на мышцу. Теперь переносим это опять о том, о чем мы говорили только что ранее. Тренироваться чаще. Ведь как советуют многие, что якобы тот тренировочный объем, который вы будете набирать за раз, к примеру, выполнив шесть, там, семь, до девяти рабочих подходов, супер профессионалы делают, и вы будете это делать, к примеру, за два-три раза. Другими словами, за одну тренировку вы будете давать три рабочих подхода на мышечную группу. А где логика, если вы придерживаетесь всех современных исследований? Современные исследования показывают, что шесть упражнений лучший подход для проработки мышечной группы. Ничего не укладывается с тем, о чем говорит большинство. Но люди любят преподносить это как научную доказательную базу. Друзья, практика, практика и еще раз практика. Когда теория основывается на практике, это правильно. Но когда мы пытаемся без теоретического обоснования давать практические рекомендации, на мой взгляд, это неправильно, это преступно. Нельзя давать такую информацию в массы, ведь большинство людей начнет и бросит. Ведь люди даже не понимают, что есть начальный, средний, про высший уровень даже не буду говорить, потому что большинство людей останавливается на начальном уровне тренинга. Да все очень просто и виновата в этом как раз таки современная фитнес-бизнес-индустрия, которая заваливает нас кучей бесполезных, бестолковых исследований. Есть, конечно, и полезные исследования, но основная часть рекомендаций, которую я слышу сейчас, просто убивает и угнетает меня. Практика показывает, что действовать нужно совершенно по-другому. О чем говорят многие фитоняшки, что приседать не нужно, можно качать попу махами, но это просто преступление. О том, что нужно носить пояса, корсеты, всю тренировку, а то еще и в быту, это вообще убийство вашего позвоночника, поясничного его отдела. Когда вы тренируетесь в корсете, тяжело затянутом, а многие, я вижу, дуры сейчас еще одевают сверху и тяжелоатлетический пояс, вы нагнетаете такое невероятное давление в своем организме, что повышается риск сердечных сосудистых заболеваний, повышается риск геморроя, в конце концов, варикозного расширения вен. Не буду говорить о том, что это очень негативно сказывается на мышцах кора. Кто бы что ни говорил. А польза от этого ноль, друзья. Другое дело, если вы понимаете, что талия расширяется только от того, что вы много жрете и делаете неправильные упражнения на косые мышцы живота, даже простая прокачка пресса, целенаправленная, будет увеличивать вашу талию. Когда вы выполняете приседания, становые тяги, в хорошей технике, с грамотно подобранным количеством повторений и отягощений, вы тренируете свой пресс лучше, чем какие-либо изолированные движения для вашего пресса. Я удивляюсь, почему вы сами до этого не доходите. Это все очень и очень важно и очень просто. Открывайте современные учебники физиологии и анатомии и читайте. И когда вы прочитаете ту или иную информацию о мышечной системе, о самих мышцах, вы будете шокированы той информацией, которую дают большинство современных фитнес-горе-тренеров. Друзья, надеюсь, вам интересны ролики, темы, которые я затрагиваю. Если вы хотите услышать какую-то отдельную тему в отдельном видеоролике, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях, потому что под такими прямыми эфирами они не сохранятся, они исчезнут, и я просто не увижу их. Спасибо за то, что делитесь моими роликами, ставите лайки. Это все очень-очень важно для канала, друзья. Вам не сложно? Нажмите на лайк, напишите комментарий. Это очень сильно помогает каналу, это мотивирует меня снимать еще больше роликов для вас. А ведь я это делаю совершенно бесплатно, и вам ничего не стоит поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях. Не понравилось? Поставьте дизлайк, напишите комментарий. Я посмотрю, прислушаюсь и, возможно, буду улучшаться. Все мы не без греха, у каждого есть ошибки, я это признаю, понимаю, но, по крайней мере, я постоянно стараюсь развиваться и физически, и обогащать свои знания новыми знаниями. Извините за тавтологию. Ну что, друзья, я уже приехал домой, пора купаться, пора поесть. Хорошей всем продуктивной недели и жизни в целом, друзья. Будьте позитивными, радуйтесь жизни, поверьте, жизнь такая короткая и она одна. Нет и не будет больше времени, чтобы радовать себя любимого. Будете рады, счастливы вы, поверьте, все близкие вокруг вас тоже будут рады. Нет в этом ничего эгоистического. Глупо быть загруженным, глупо строить из себя мужика. Зачем? Живите. Всем плевать, никто ничего не оценит. Будьте самим собой, радуйтесь, радуйте своих любимых, окружающих, развивайтесь. Ну ладно, не буду вас больше грузить. Всем пока. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале.